Под маской благотворительности или любви к детям запускается много проектов. А вот чем они оказываются на самом деле? Фамилию этого человека знают не только любители искусства, но и все, кто хотя бы раз побывал в Москве и видел своими глазами памятник Петру на Москве-реке. Зураб Церетели. Грузинский скульптор, творец монументального искусства. Его работы стоят во многих странах мира. В частности, в Америке, Японии, Грузии, России, Украине и других. Еще в начале 90-х московский скульптор номер один получил от государства более 300 гектаров земли на берегу Москвы-реки. На неограниченный срок, но при условии ее целевого использования. На ней должны были построить развлекательный комплекс «Детский парк чудес». Прошло уже более 10 лет. За это время обещания о начале строительства звучали не один раз. Но ВОЗ и ныне там. Бизнесмены, у кого нет возможности, они еще не понимают, что детский вот этот грандиозный комплекс, что им даст. Проект Церетели поражает своим размахом. Здесь представлены все сказки, все культуры мира. Даже все религии художник решил объединить под одной крышей. Для достижения цели создали некоммерческий фонд «Детский парк чудес», который должен был финансировать строительство. С тех пор на детском острове почти в центре Москвы вместо качелей и горок появились совсем не детские заведения. Огромный рынок, ресторан, байкерский клуб, бензоколонки, магазины и многочисленные кучи мусора. Правда, по требованию Росприроднадзора рынок закрыли. Теперь вместо него забор с веселой надписью «Детский парк чудес». Там огромный, 360 или 360 гектаров, поэтому подземные работы же надо. Это я как художник сделал верхний, а сейчас и жене. Ну, это не так просто. Тем временем налоговая инспекция и Росприроднадзор возбудили три уголовных дела против Зураба Константиновича. Оказывается, что кроме нецелевого использования земли, фонд «Детского парка чудес» долгое время не платил налоги и должен государству 170 миллионов рублей. Подобные ситуации с неуплатой налогов не одиноки. Так под прицел прокуратуры попала и певица Роксана Бабаян. Дело, которым она занимается, на первый взгляд не вызывает подозрений. Роксана Рубеновна – президент некоммерческого партнерства Российская Лига защиты животных. В 2002 году Лиге предоставили право осваивать бюджетные средства и привлекать частных инвесторов, чтобы построить на Балтийской косе бизнес-центры, концертно-развлекательные комплексы и элитное жилье. Теперь прокуратура рассматривает законность этого решения и расход средств. Продолжение следует...